Обрезание – это священно действие Ветхозаветной Церкви, бывшее прообразованием христианского таинства Святого Крещения. Обрезание совершалось у иудеев над осьмедневными младенцами мужеского пола и служило знамением вступления в Ветхий Завет с Богом со времени Авраама, отца верующих, которого Господь со всем многочисленным его потомством избрал для сохранения и распространения Ветхого Завета. Печатью этого знамения служило имя, которое давали младенцу при обрезании. Иисус Христос, происшедший по плоти из племени Авраама, был также обрезан в настоящий день, осьмый по рождении Своем, и назван Иисусом, тем именем, которое предвозвещено было при Святой Деве Марии Архангелом Гавриилом, когда Он благовестил ей тайну воплощения и рождения от нее Сына Божия, Евангелие от Луки. Извлечем для себя из ныне празднуемого Святой Церковью события назидательные уроки. При обрезании, воплотившегося для нашего спасения Сына Божия, дано имя Иисус. Что значит имя Иисуса? Спасение какое? Всякое. Духовное и телесное. Временное и вечное. Видимое и невидимое. От каких зол не страдает падший рот человеческий? Страдает от тьмы в уме, от злости в воле, от нечистоты и томления в сердце, от болезни и смерти в теле. Все виды зла будут уничтожены Сыном Божиим. От всех их Он спасет людей совершенно и навсегда. Для сего именно нарекается Ему имя Иисуса или Спасителя. Ибо Он его приемлет не так, как нередко принимаются имена у нас, но чтобы осуществить его на самом деле. Посему и доноси имя не каким-либо случайно, по желанию, например, матери или святого Иосифа, а свыше, от ангела, еще до зачатия его в очреве. И ангел без сомнения не сам измыслил его, а принял с благоговением от самого владыки ангелов. Из него же, как замечает апостол, всякое Отечество на небесах и на земле именуется. Посему-то и несть другого имени под небесом, о нем же подобает спастись. Кроме имени Господа Иисуса, посему-то предсим достопоклоняемым именем и должны преклоняться всякое колено небесных, земных и преисподних. И всяк язык исповесть, яка Господь Иисус Христос, в славу Бога Отца. Мы хорошо делаем, что по чувству благоговения не даем сего имени никому. Кто из христиан осмелился носить имя Иисуса? Но крайне худо то, что сие всесвятое сладчайшее имя из области благоговения приходит у многих в область невнимания и забвения. Что же значит все великие имена в мире пред единым именем Иисуса? Ибо еще повторим, верно и всякого приятия достойно слова апостола. Яко нет иного имени под небесым, о нем же всем нам подобается спастися, кроме сего божественного имени. А когда в нем наше спасение, то как нам не любить его и не благоговеть перед ним? Любя, как не повторять его часто и с услаждением? Благоговея пред ним, как не дорожить им и не внушать к нему почтения всякому, на кого только нам возможно действовать? Древние христиане так умели усвоять в себе сладчайшее имя Спасителя, что после мученической кончины святого Игнатия оно нашлось, видимо, отпечатленным в его сердце. Если такое совершенство превыше нашей слабости, то, по крайней мере, не будем походить на язычников, не ведающих имени Иисусова. Обрезание Господа есть видимое начало его крестной жертвы, ибо все прочие виды уничижения и страданий, кое будет претерпевать он за нас во всю жизнь, составляли собою жертву бескровную, а здесь железо и кровь, видимое предвестие гвоздей и венца Тернового. Видите, чем начал жизнь и действия свои тот, который есть самая чистота и святость? Обрезанием. Не тем ли паче нам, нечистым и оскверненным грехами, должно употреблять время, нам даруемое, на совершение в нас духовного обрезания, то есть на отсечение всех богопротивных помыслов и предрассудков, на искоренение всех душетленных страстей и пожеланий, на изглажение всех духовных и плотских скверн. В противном случае, лучше было бы сократиться нашей жизни, нежели продолжаться во грехах и беззакониях. Если же она по милосердию Господа продолжена еще, то это значит, что там горе ожидают наше покаяние, ожидают давно, с тех пор, как мы уклонились с пути правды и истины. Войдем же в дух и цель Нового Года. Поймем истинную и единственную пользу, которую мы можем извлечь из времени, не на время только, а на целую вечность. Предстанем искать спасение там, где никогда нельзя найти его. И обратимся к тому, кто затем и послан, для того и пришел во плоти, для того пролил уже ныне кровь свою, дабы спасти всех нас. Не раз уже, а многократно, в настоящий день, представал он нам сию искупительную кровью, своим трогательным примером и спасением для нас. Сепаки предстал и ныне, предстал для некоторых по всей вероятности, в последний раз. Не закроем же паки очей, не отвратим слуха по-прежнему. Возьмем и мы нож самоотвержения христианского и в духе веры о всесильном имени Иисуса начнем обрезывать все, что в нас обрящится плотского и противного закону Божию.